Я директор именно школы-интерната, и у нас, конечно, проблема постшкольного периода жизни наших детей все-таки стоит как живая, настоящая, насущная проблема и эффективности нашей работы в том числе. Я хочу еще также озвучить те проблемы, которые сейчас исследованы благотворительным фондом развития филантропии КАФ в отношении образования детей 14-25 лет в системе профессионального образования. То есть по результатам анализа мониторинга, который проводила эта организация, были выявлены следующие проблемы в области профессионального образования молодежи уязвимых групп. То есть детей, обучающихся, точнее, молодых людей с инвалидностью, ментальной инвалидностью, они определили группу молодежи уязвимой. Значит, во-первых, прежде всего, что туда они относят? То есть это было сделано по опросу, онлайн опросу, по различным методикам онлайн фокус-группы, экспертные интервью, также опрос молодежи о трудоустройстве. То есть достаточно такая правдоподобная получилась аналитическая информация. Что отмечается в этом случае? Прежде всего, ограниченный выбор профессиональных образовательных организаций, доступных для выпускников. Почему? Потому что чаще всего они идут туда, где есть общежитие или близко к месту жительства. Поэтому сам выбор специальности, будущей специальности, больше обусловлен именно этим фактором, нежели интересами самих молодых людей. Кроме того, образование выпускников не соответствует требованиям современного рынка, а профориентация в учебных заведениях уже устарела и не отвечает потребностям современного работодателя, то есть в целом имеет формальный характер. Далее, менее половины опрошенной молодежи проходили какую-либо профориентацию, то есть частично. Таким образом, молодежь упускает возможность подготовки к рынку труда, не получает опыта работы во время учебы, и только каждый пятый студент имеет возможность постажироваться по специальности во время учебы. То есть 20% молодых людей отметили, что они проходили тесты или тренинги по профориентации. 13% проходили обучение по подготовке резюме. 12% по развитию надпрофессиональных навыков, ну это soft skills, то есть навыки коммуникации, презентации, взаимодействия с другими специалистами, работа в команде. И 11% по работе и адаптации в трудовом коллективе. Вместе с тем, если где-то предоставляется возможность стажировки, то часто к практикантам и стажерам относятся формально или еще хуже, как к дополнительной нагрузке. Им не доверяют интересных задач, которые могут вдохновиться на профессиональное развитие, не привлекают к реальным серьезным работам. В основном практика в рамках учебного процесса состоит в выполнении рутинной технической работы, не требующей специальных навыков. Дальше что еще отмечается? То есть в учреждениях среднепрофессионального образования собственно трудоустройству не учат. Почти никто не дает представления инвалидам о том, как сейчас устроен рынок. О том, что диплом маляра не может помешать стать флористом, если есть такое желание. О возможностях неформального образования. Кроме того, очень узкие представления о том, где можно работать, с чего начинать поиск работы. Меньше всего молодые люди сейчас обучаются поиску вакансий, планированию карьеры и мало кто проходит тренинги по подготовке к собеседованию с работодателем. Давлеют также стереотипы сотрудников учреждения профессионального образования. О том, что в профессии, где может работать инвалид, это чаще всего швея, маляр, повар, автослесарь, ну и прочие, чаще всего, навязанные специальности. Молодежь и их семьи практически не имеют представления о существующих иных профессиях, за исключением вот этих самых распространенных. Как правило, преподаватели профессиональных образовательных организаций, социальные педагоги, колледжи убеждены в том, что подростку нужно начинать получать образование и только потом опыт работы. То есть у молодежи отсутствует опыт раннего трудоустройства. Они не имеют представления о конкуренции, необходимости самостоятельно, активно что-то делать, представления о работе у них примитивные. Они не понимают, что в любой профессии можно добиться, если постараться. Существует также большой разрыв между знаниями, которые дают в колледже, и потребностями работодателей. Следующее. Молодые люди этой категории ждут, что учителя и в целом государство будут и дальше заботиться о них, содержать, устроить их на работу и будут решать все вопросы. Представления о будущем профессиональном пути обычно очень смутные. Основное желание, чтобы их устроили на хорошую работу, опекали и платили им зарплату. То есть такая иждивенческая позиция самих инвалидов и чрезмерная опека со стороны родителей, других родственников, которые заботятся о молодом человеке с УВЗ, создают для него условия, где трудоустройство не является обязательным. И это обстоятельство сильно демотивирует их на старте карьеры. А отсутствие мотивации, то есть мечты, стремления, формирует ожидание, что после окончания учреждения среднего профессионального образования, кто-то будет ими руководить, помогать, решать за них сложные вопросы. Мало кто думает о самостоятельной деятельности. То есть это характерное явление выученной беспомощности. Со временем оно превращается в иждивенчество, и у человека не возникает чувства ответственности и ценности труда. Дальше важнейшая проблема – это как раз-таки неразвитость инклюзивного образования в стенах образовательных учреждений среднего профессионального образования. То есть у молодежи недостаточно развитые навыки коммуникации, ответственности, критического мышления и так далее. То есть низкий уровень инклюзии в обществе, который приводит к тому, что подготовка к трудоустройству молодежи с инвалидностью после окончания учреждения СПО плохо представляют себе не только преподаватели, работодатели, родители, но и сами люди с инвалидностью. Ну и завершая свое выступление, то есть в результате анализа выяснилось следующее, что в системе профессионального образования не сформирована система социального партнерства или сетевого взаимодействия с НКО, которая занимается проблемами сопровождаемого трудоустройства молодежи уязвимых групп. Вот это квинтэссенция тех проблем, которые выявлены в результате серьезного исследования, и я думаю, что это те проблемы, с которыми необходимо нам работать в рамках не только сегодняшнего форума, но и на долгую перспективу. Мы открыты к сотрудничеству, тем более, что уже такой опыт сетевого взаимодействия мы имеем с Губернским, Кошкинским техникумом. В этом году, смотрите, 17 обучающихся закончили школу-интернат. 11 из них поступили как раз-таки в Кошкинский губернский техникум. Четверо были трудоустроены, и только двое ребят с глубокой инвалидностью, к сожалению, остались пока дома. Но, тем не менее, мы тоже проводим мониторинг по их жизни. С этим вопросом мы работаем. То есть каждый год нам удается перевести в систему среднепрофессионального образования по крайней мере 93% обучающихся. То есть это для нас очень хороший выход, но этим мы занимаемся на протяжении по крайней мере 15 лет. Я хочу поделиться и нашим опытом. То есть с этой проблемой трудоустройства наших детей в подшкольный период в системе среднепрофессионального образования мы работаем уже на протяжении многих лет. И нами разработана модель Куб Навигации, куда входит как раз-таки предпрофильная подготовка детей с ментальной инвалидностью. А в рамках этой модели работает каждый Куб. Например, это публичный экзамен. Мы первые, кто сейчас в наших проектах у нас принят демонстрационный экзамен, но мы первые, которые еще 10 лет назад стали устраивать публичные защиты детей на экзамене в рамках проектной деятельности. То есть мы делаем проекты социальные, исследовательские, проекты, которые касаются маркетинговых каких-то технологий, проекты, которые касаются изготовления изделий. Причем на этот публичный экзамен приглашается общественность, приглашается глава администрации, приглашается по возможности будущие работодатели и, безусловно, родители. Это у вас в Самаре? Это у нас в Самаре, да. Это, наверное, интересный опыт. Конечно, хотелось бы с вами пообщаться после форума. У нас есть очень много записей, у нас дети реально сами готовят проекты, готовят презентации по этим проектам, приглашаются родители и дети. Причем сам экзамен состоится из двух частей. Часть теоретическая и часть практическая, когда закрепленные навыки в рамках проектов дети демонстрируют. Например, мебельное производство, например, тепличное хозяйство, например, садоводство, например, скажем, швейное дело, где дети представляют именно новые модели в рамках вот такого вот дизайна пошива одежды. Исследовательские проекты, например, о влиянии удобрения на рост растений. И у нас это в системе заведено достаточно давно. Это в рамках школьного образования? В рамках школьного образования нами разработана долговременная программа развития школы-интерната. Но по основной цели это сопровождение профессионального самоопределения детей с ограниченными возможностями здоровья в системе, значит, семья, школа, дальше колледж и социум. Причем социум предполагается взаимодействие с общественными организациями. С нами очень плотно работает Евгений Андреевич со своей командой «Десница». С нами работает очень плотно интеллект. Кроме того, еще также проекты, в которых они реализуют путевка в жизнь, как раз сопровождение детей в профессиональную сферу, активно участвуют ученики, обучающиеся нашей школы. А дальше в рамках Куба навигации у нас, то есть помимо направления «Публичный экзамен», работает направление «Нахтавничество», «Экспериментальные инновационные площадки». Кроме того, современные формы взаимодействия с работодателями, когда мы детей выводим на производство, и они разговаривают, общаются именно с работодателями. Кстати, недавно так успешно у нас одна девочка была устроена в магазин по продаже шиномонтаж, то есть по продаже продукции. Дальше региональные инновационные площадки, где мы распространяем свой опыт. Конструктор карьеры, где мы проводим анкетирование. И у нас есть с пятого класса класс наблюдений. Класс наблюдений, который сопровождает именно уже профессиональные навыки этих детей. Дальше постинтернатное сопровождение. То есть дети, окончившие нашу школу, еще три года находятся под нашим патронатом, под нашим наблюдением. И мы считаем, что хотя школа девятилетняя, у нас еще три класса являются как бы заочными. То есть мы считаем, что у нас 12-летнее образование, обучение этих детей. Активно у нас сегодня выступал и Назаров, Валерий Федхолович, как раз-таки именно их организация, «Точка опоры» проводит с нашими детьми профессиональные пробы. То есть приводят самых разных специалистов, где с детьми проводятся мастер-классы. Понятно, что цифровая образовательная среда, наша школа единственная пока что, обеспечена самым современным электронным оборудованием. И наши дети сейчас все работают как раз-таки в внеурочной деятельности по формированию вот этой вот диджитал-грамотности. А дальше школа «Актива лидеров». В этом направлении нам активно помогает как раз-таки служба Евгения Андреевича, его организация, которая с нашими детьми проводит, скажем, такие мастер-классы по возможности грамотно написать резюме, представить собеседование, опыт свой собеседования с работодателями, уметь заниматься самопрезентацией на рынке труда. Дальше. Наши дети пробовали свои силы в чемпионате Обилимпикс. Также у нас есть еще опорный, скажем так, колледж. Это губернский-коршкинский техникум, о котором они будут говорить. В этом техникуме открыто сейчас для наших детей отделение овощевод. Это достаточно актуальное отделение, потому что сейчас понятно, что санкции и обретает актуальность, популярность выращивания своей собственной сельхозпродукции. Поскольку у нас мощная производственная база в тепличном хозяйстве, то наши дети, получая опыт выращивания овощных культур от семечка до готовой продукции, как раз они поступают в это кошкинский техникум и там учатся на овощевода. Наши дети практически все трудоустраиваются. И также мы еще имеем опыт социального патроната, когда если ребенок инвалид, глубокий инвалид, он может к нам приехать, и мы будем его сопровождать по дневной занятости. То есть даже выпускник может по договору приехать в нашу школу, и мы будем его сопровождать по дневной занятости, например, в столярных мастерских. Также сейчас еще нами активно усваивается, осваивается профиль младший обслуживающий персонал. И сейчас в наше время, когда мигранты в связи с пандемией не могут приехать в Россию, то есть существует определенное препятствие, как раз таки младший обслуживающий персонал, это направление, профподготовка в этом направлении, набирает обороты, где могут наши дети быть эффективными. А самое главное, что в рамках общественно полезного труда такие навыки они получают еще в школе-интернате. Вот такая у нас есть замечательная практика в Самарской области. Достаточно часто, когда мы как общественная организация выходим в образование, нам всегда предоставляют охотно возможность работать с детьми. Но реже, когда сами педагоги готовы учиться. Вот в этой школе мы не просто активно работаем с педагогами и кое-чему у них учимся, но они сами постоянно находятся, к чему научиться. Вот был великолепный опыт прошлого года, когда ребята были в лидерском лагере вместе с педагогом, и потом это отрефлексировали полностью на уровне педагогов, и дальше, да, ребята действительно отработали как лидеры, потому что все, чему они научились, они сами это сделали. И это к вопросу о возможностях детей с интеллектуальными нарушениями. Там, где мы с ними работаем, там, где есть желание, дети могут многое, и педагоги растут тоже вместе с ними. На перегонке, в общем, наверное, растут. Да, очень интересно все это было послушать. То есть мы открыты к сотрудничеству. Замечательно. Как говорят, когда у тебя яблоко и у меня яблоко, мы обменялись, и у нас всего по яблоку. Но когда у тебя идея и у меня идея, мы обменялись, и у каждого из нас возникло по две идеи. А мне очень нравится вот этот профессиональный разговор и взаимообогащение друг друга идеями. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok